Да ты вообще не имеешь права говорить на эту тему, там, про какую-то боль. Вообще-то за тобой грешок, и ты бы помалкивал. Вот так вот обойтись с изменой, это все равно, что под половичок грязь смести и сказать, что нет, у нас все хорошо, у нас ничего не было. Ты ей так же говорил, да, тоже, что она у тебя любимая, вали отсюда. Мы пытаемся из пепла возродить, но она опять рушится. Невозможно провернуть фарш назад. Вы как пара оказались в этой комнате, и вам как паре оттуда выходить. Это наигрубейшая ошибка, сделать вид, что ничего не было, и продолжить жить дальше. Иногда мне говорят уж, лучше бы он или она умерли. Потому что так хоть что-то светлое бы осталось. А так все это светлое он или она уничтожили своей изменой. И как я могу сейчас простить это предательство, когда вообще ничего светлого и хорошего не осталось? Друзья, я абсолютно согласен, что в большинстве случаев простить измену будет ну просто невозможно. Более того, по статистике, если просто простить измену и никак ее не проработать, они с большой долей вероятности повторятся. Поэтому даже если вы посмотрите мое вот это длинное видео и примете решение ни в коем случае не прощать, вы имеете полное на это право, и, наверное, так даже лучше сделать, потому что никто вам не гарантирует, что измены не будет вновь. Но если вы уже как пара приняли решение после измены быть дальше вместе, но не знаете, как это избавиться от этой боли, как это избавиться от этой раны, как простить, и что-то не получается у вас внутри, вы вроде бы хотите, но не знаете как, то я уверен, что вам это видео будет полезно. Досмотрите его, пожалуйста, до конца. Меня зовут Константин Никулин, я семейный психолог-сексолог, и уже более 15 лет я помогаю разным, в разных ситуациях людям справляться с их кризисами, сложными ситуациями и преодолением в жизни. Итак, в чем, на мой взгляд, проблема с прощением? Дело в том, что когда мы думаем о том, как простить изменившего партнера, то нам кажется, простить, это значит дать право еще раз изменять. Надо знать, как в детстве, когда ты прощаешь ребенка, он подбегает, говорит, мам, прости, ну ладно, больше так не поступай, и все. И он убегает и снова так себя ведет. И нам кажется, если мы простим, то это значит, мы как будто бы разрешаем так себя вести, как будто бы это позволительно, это тоже, за что можно просто попросить прощения. Вот здесь гораздо важнее понять, что прощение, это не то, когда мы разрешаем или не разрешаем это. Прощение за то, когда мы вообще принимаем сам факт того, что измена произошла. Когда мы даем этому место, пространство, когда мы можем спокойно более-менее об этом говорить, неважно, в паре или с кем-то из своих знакомых или близких. Потому что многие люди, даже когда расстаются после измены, они не могут на эту тему спокойно говорить годами. А это значит, что эмоциональная привязка произошла, и до сих пор происходит очень сильное, и не произошел эмоциональный, например, развод. Поэтому простить, это значит принять, что в моей жизни это произошло. Да, это факт. И дальше я уже решаю, что с этим делать. И чаще всего, когда меня спрашивают о том, как простить, я стараюсь переименовать, переформулировать вопрос, а какими должны стать ваши отношения, чтобы они были ценными для того, чтобы их продолжать. И это на самом деле попадает очень часто в точку. Потому что это тот вопрос, который внутри себя задает раненый партнер. Он думает, да, внутри него живет такая часть личности, которая говорит, нет, слушай, это предательство, это предатель никогда больше в жизни, не связывая свою жизнь с ним или с ней, потому что мне было, я помню, как мне было больно, да, я не допущу, чтобы мне было больно снова. И этот голос внутри постоянно нашептывает, не прощай, не прощай, не прощай. И тогда на другой чаше весов должно быть что-то очень веское, что-то очень серьезное для того, чтобы даже этот голос, который меня сохраняет, сохраняет мою психику, охраняет меня от того, чтобы я не сошел или не сошла с ума, перевесило, да, в сторону прощения. Это должно быть что-то очень веское. И здесь нужно прям подумать, а какие должны быть мои отношения, чтобы я вновь решил их продолжить с этим человеком. И вот здесь первая основная проблема, с которой сталкиваются очень часто люди, что и до измены отношения были так себе, а после измены, когда, если пара принимает решение продолжать отношения, то нужно еще больше эмпатии, еще больше любви, бережного друг к другу отношения. А если до измены этого уже долго не было, то мало шансов на то, чтобы это появится. И тогда тот человек, который думает, простить мне это или не простить, он думает, а зачем я буду прощать, если, во-первых, с большой вероятностью это все может повториться. И это действительно так, по статистике, если измена была раз, и после этого она не была грамотно, пережена, проговорена, то есть большая вероятность, что она повторится вновь. Потому что не была сделана работа над ошибками. И тогда, если я понимаю, что измена с большой вероятностью повторится, зачем я буду в это идти, вновь в эти страдания, еще и видя, что он или она абсолютно не меняется. И есть большой риск, что даже если измены не будет, но мы все равно будем холодными, и между нами будет вот этот лед непонимания. Поэтому очень важно ответить для себя на вот этот вопрос. «Мои отношения, есть вообще тенденция к тому, что они изменятся с этим человеком? Или он, или она считают себя правыми, и что ничего такого не сделали? Более того, может быть, вас еще обвиняют, это все из-за тебя, ты посмотри, в кого ты себя превратила, ты не уделяешь мне внимания, тебе обо мне не хочется думать, вот поэтому я и изменил, или изменила». Вот такая позиция, она абсолютно не дает почвы для того, чтобы прощение созрело. Поэтому здесь прогноз в таких случаях будет очень и очень плохой. А вот что нужно делать, я сейчас проговорю. И так как прощение – это такая парная работа, это работа именно в паре тогда, когда они приняли решение быть вместе, то здесь очень много лежит на плечах как изменившего партнера, так и раненого партнера. И вначале я несколько рекомендаций дам именно изменившему партнеру, потому что если изменивший партнер продолжает вести себя холодно, отстраненно, надменно, говоря о том, что ты во всем виноват или виновата, говоря о том, что делай, что хочешь, мне по барабану, ничего такого не было, отрицая, то это вообще никак не помогает исцелению. И здесь дело уже не в вас, хотите вы простить такую измену или нет. Ее в 99% случаев будет невозможно простить, если изменивший партнер или партнерша себя так ведут. Итак, первое и самое важное, что должно присутствовать со стороны изменившего партнера. Кстати, вы можете посмотреть это видео вместе, для того, чтобы оба понимали, над чем каждому придется поработать. Во-первых, это мгновенное, лучше моментальное прекращение отношений с третьей стороной. Вы даже можете это сделать при своей жене или при муже, взять телефон и позвонить любовнику или любовнице по громкой связи и сказать примерно следующий текст, что мой муж или моя жена обо всем знают, я прекращаю с тобой отношения, я тебя ни в чем не обвиняю, всю ответственность я беру на себя, это была ошибкой, я хочу сохранить свою семью, я тебя прошу удалить мой номер телефона или, если это коллеги по работе, больше ко мне не приближаться ни с какими романтическими, эротическими, флиртовыми подходами, подкатами, и оставь меня в покое, я больше с тобой никакую связь не буду поддерживать. Ни в чем тебя не обвиняю, всю ответственность беру на себя, прошу понять и простить. Все, до свидания. Точка. Четко, конкретно и одномоментно. Да, конечно, вы, возможно, скажете, ну что ему или ей мешает договориться заранее о том, что если я тебе так позвоню и так скажу, не ведись, это будет чисто для мужа или для жены. К сожалению, я встречал такие случаи, когда грамотные, в кавычках, такие прошаренные изменщики, они заранее договаривались о том, что если я так позвоню, напишу такое сообщение, или тебе позвонит моя жена, и я скажу о том, что наши отношения прекращаются, то это блеф, не веря, то мы с тобой потом восстановим отношения. К сожалению, это бывает именно так. Но все равно, в большинстве случаев, когда вы видите, что человек искренне звонит, искренне прекращает отношения, это большой-большой плюс. И для раненого партнера, тому, кому изменили, это как такой выдох облегчения. Ну все, он или она прекратили эти отношения. Потому что очень часто, когда я работаю с парами, и выясняю у раненого партнера, что для вас лично было самым болезненным фактором, очень часто мне говорят, даже не из факта измены, а тот факт, что она мне, например, врала, и продолжала с ним поддерживать какие-то отношения. Вроде бы как с коллегой. Или он обманывал, и продолжал ей говорить, что потерпи, это временно, я обязательно к тебе вернусь вновь. Вот это самое ужасное для многих в паре. Поэтому прекратить какие-либо контакты. И даже, знаете, шутки на эту тему. Потому что тоже работал как-то с парой. И мужчина говорил, что он начинал в этот момент, говорит, слушай, ну а миньет, это же не измена, а просмотр порно, это же не измена. Вот в этот момент, острой фазы, он так, ну как бы шутил, или проверял почву. И это очень ранило раненого партнера еще сильнее. Поэтому даже какие-то шутки, поползновения в эту сторону прекратите. Потому что это уменьшает вероятность того, что раненый партнер когда-то вообще вас простит. Потому что это очень сложный, непростой процесс. Помогите ей или ему в этом процессе, пожалуйста. Второе, что необходимо сделать. Это абсолютно честно, открыто восстановить картину произошедшего. Да, вам как раненому партнеру будет хотеться, возможно, узнать много подробностей, много деталей. Иногда даже спрашивают, а ты и говорил, что ты и любишь. А в каких позах вы занимались сексом? А были ли вы в этом месте, где мы были на годовщину свадьбы с тобой? Много-много деталей, которые захочется узнать. И здесь раненому партнеру нужно себя спросить, а я вообще зачем хочу это узнать? Это помогает мне, моему исцелению? Или это меня отбрасывает назад? Но если есть какие-то детали, которые вам важно понимать о том, как это происходило, ну, я имею в виду, где, при каких обстоятельствах, как это скрывалось от вас, то вы имеете полное право задавать любые вопросы. И изменившему партнеру здесь важно понимать, что правда это лекарство, лекарство от всех болезней. Да, оно очень горькое, неприятное, и в моменте, скорее всего, оно будет делать больно раненому партнеру. Но ваша задача, вы можете спросить, ты точно хочешь знать эту правду? Подумай, спроси. Сама себя или сам себя, ты точно хочешь услышать ответ на этот вопрос? И если раненый партнер говорит, да, хочу, скажи мне, пожалуйста, вы говорите, и говорите максимально, честно, предельно, открыто. Самое худшее, что вы уже могли сделать, вы сделали. Поэтому, если вы боитесь потерять свою супругу или супруга, это не потеряется за счет деталей каких-то. Вы и так уже, скорее всего, измена вскрыта, и вы и так уже на грани на самом деле. Но для многих раненых партнеров, они мне сами об этом говорили, сам факт того, что он или она сказали мне абсолютную правду, и я это мог понять или мог понять и проверить, меня вот это очень успокаивало. Например, кто-то говорил о том, что я понял или поняла, что там не было романтической привязанности, что это был только секс. Но для кого-то и только секс, это недопустимо вообще. Кто-то говорил, что в тот момент, когда он поклялся и рассказал мне всю правду и говорил, что все, что тебе надо, спрашивай, я скажу абсолютно честно. Меня это успокаивало, что если он готов или она пойти на такую честность, то это значит, что он или она так сильно дорожат нашими отношениями сейчас. И тоже хочет сделать все для того, чтобы дальше наш союз продолжался быть. И здесь тоже есть такой очень скользкий момент, что часто есть такой соблазн соврать здесь, потому что, ну, какие-то очень пикантные детали не хочется говорить. Но это очень большой риск. И в моей практике тоже были такие пары, где ты в мелочи какой-то соврал, потом эта мелочь вскрывается, и вся та работа, которую пара делала на протяжении нескольких месяцев, обесценивается, потому что, как я могу тебе верить тем твоим словам, если вот здесь ты мне солгал, а может быть и здесь ты мне солгал, а может быть у тебя была не одна любовница, а может быть у тебя было шесть их до меня, и может быть ты в первый год еще изменял, когда я что-то подозревала или подозревал. Понимаете, в ваших же интересах говорить любую, честную, даже очень, может быть, неудобную правду, но которая пойдет на исцеление. В моменте будет больно раненому партнеру, долгосрочно это поможет вашей паре исцелиться. И третий, очень важный и нужный фактор для исцеления в паре, это принести раскаяние и взять всю ответственность на себя. Нас, к сожалению, не учат с самого детства раскаиваться, приносить покаяние. Нас учат формально извиняться, говорить, что мам, прости, я там разбил твою вазу, ай-яй-яй, больше так не веди себя, все, убигай, извинись, пожалуйста, перед учителем, перед учительницей, извинился, все, молодец, хорошо. На самом деле, нас не учат осознаванию того, что я совершил ошибку и что я хочу принести покаяние. Как это? Мы даже не знаем и не понимаем, а раненый партнер больше всего и сильнее нуждается именно в этом, в данный момент времени. И очень часто мы извиняемся, ладно, даже если это искренне, но бывает, мы используем те фразы, которые отбрасывают нас назад. Например, что нельзя делать? Не нужно говорить, ты меня, конечно, извини, но при этом переносить ответственность на раненого партнера. Ты мне, конечно, извини, я ужасно поступил, но ты вообще перестал мне уделять внимание, я не могла это не сделать. Или ты меня извини, но ты растолстел на 30 килограмм, мне вообще не хотелось сексом с тобой заниматься. В этот момент это нельзя говорить, это вас отбрасывает назад, и это никакое не покаяние. Также не нужно обвинять третью сторону и говорить, что ну вот он меня соблазнил, или она меня совратила как-то, вот поэтому там измена произошла, да, ну я вот раскаиваюсь. Вы снимаете с себя ответственность, и для раненого партнера это выглядит как оправдание, как будто бы вы не можете принять до конца на себя стопроцентную ответственность, а значит принять стойкое решение, что я управляю своей жизнью, и я в дальнейшем этого ни в коем случае не допущу. Если вы перекладываете ответственность на кого-то, то создается иллюзия, что вы не капитан корабля, вы не можете держать штурвал в своих руках, а как я могу доверять тебе, если а вдруг кто-то тебя опять совратит, соблазнит, а вдруг я опять поправлюсь, или тебе покажется, что мало внимания тебе уделяю, и ты захочешь пойти налево или направо, как я могу тебя простить и быть уверен в тебе, если ты перекладываешь ответственность на других, вот почему это важно и ценно. Третий момент, не нужно говорить о том, что, ну как бы преуменьшать то, что, ну, я не знал, что тебя это так ранит, это же была всего лишь там любовная переписка, да, почему ты так переживаешь? нет, измена это такая утечка интимности из пары, это утечка эксклюзивности из пары, поэтому измена может восприниматься как танец и поцелуй, так и секс на стороне, так и просто какая-то флиртовая такая переписка с коллегой, это все может восприниматься очень болезненно раненым партнером как измена, поэтому здесь не нужно обесценивать и говорить, что, ну что ты из мухи слона делаешь, да ничего там не было, ну подумаешь, мне часто раненые партнеры, они прям говорили, я чувствую себя сумасшедшим или сумасшедшей, я понимаю, что что-то происходит, но меня за дурочку держат или за дурака, мне впрямую говорят, ты вообще все надумал, такой газлайтинг, да не было этого, да ты придумываешь, да я, и только говорит человек, если я фактографирую какие-то факты, показываю, что вот смотри, это вот так вот и вот так вот, то тогда у нас получается какой-то конкретный разговор, нет, здесь должна быть опять же такая предельная честность и не обесценивание того, что ты сам себе на все надумал или сама себе все придумала. Следующий фактор, вам нужно очень искренне приносить свое раскаяние, здесь очень важно соединиться со своими чувствами и со своими эмоциями, потому что исцеляет раненого партнера та эмпатия и то сопереживание, которое вы испытываете, то есть то, когда вы чувствуете боль раненого партнера как свою, когда вы говорите, прости меня, пожалуйста, мне так жаль, что это произошло, я просто не могу найти слов, как мне больно, когда я вижу, как ты страдаешь. Я готов отдать, не знаю, все, что есть в моей жизни, руку на отсечение, чтобы ты никогда не познакомился с этой болью. Я готов делать все для того, чтобы тебе стало легче, помоги мне помочь тебе, подскажи, что я могу сделать. И здесь очень важно слышать раненого партнера, потому что он будет подсказывать какие-то важные слова. И при этом не ждите, что вы будете прощены одномоментно, что вы скажете какую-то очень крутую речь, выверите каждое слово, там будет много переживаний, много эмпатии, много красивых оборотов. Ну, как у нас считают, что женщины любят ушами, да, мужчинам главное там их достоинство как-то поднять и сказать, что ты все равно для меня самый лучший и ценный. Нет, на самом деле, даже когда вы приносите искреннее раскаяние и покаяние, имейте в виду, что вы можете быть посланы очень далеко и надолго, потому что раненый партнер, он долгое время находится в аффекте, в ажитации, в эмоциональном таком гневе и переживании, и вам, возможно, придется приносить свое покаяние достаточно долго. И это тоже такой риск для пары, потому что не всегда изменивший партнер готов делать это долго. Но вот, пожалуйста, наберитесь терпения, потому что этот процесс может занимать и несколько месяцев, и несколько лет. К сожалению, да, бывает так. Вообще, прощение, это такой процесс, который должен произойти в вашей паре своевременно, как новорожденный ребенок. Вот, если ребенок родился раньше времени, то есть, если прощение сделали раньше, чем вот вы чувствуете свою готовность простить, то это как новорожденный, который родился на несколько месяцев раньше, недоношенным, он будет не жизнеспособный. Такое прощение, оно будет не жизнеспособно, оно не будет помогать паре, потому что у раненого партнера еще много разных эмоций, гнева, переживаний, обиды, злости, вопросов, страхов, тревоги по поводу будущего. И если он или она будет вынужден сказать, что ну ладно, я тебя прощаю, а внутри это не ощущаться как прощение, то грош цена этому прощению, оно ни к чему хорошему не приведет. С другой стороны, это не должно быть таким затянутым прощением, таким перезрелым плодом, когда уже яблоко упало, оно сгнило, и оно не является той питательной средой для вашего союза. То есть, когда вы все еще говорите, я не могу, не хочу тебя прощать, как ты мог или как ты могла, почему ты все это разрушил, когда вы часто и много об этом говорите, а изменивший партнер в какой-то момент думает, ну похоже, мне нет здесь прощения, похоже, все, чтобы я делал тщетно. И происходит потеря надежд, разочарование, что, к сожалению, да, это моя ошибка, да, я ее сделал и я каюсь, но мне так больно и так страшно, что, похоже, я не могу никак это исправить. И тогда даже прощение, если будет сделано после, то есть вероятность, и ко мне такие пары тоже приходили, когда изменивший партнер уже в такой большой какой-то отстраненности находит, да, и говорит, я не верю, что нашим отношениям вообще что-то поможет, так как будто бы это уже было не своевременно. Это должно быть вот именно своевременно, когда вы вместе почувствуете, что все, нужно рискнуть, сделать этот шаг вперед, да, для того, чтобы простить, если вы сами готовы к этому и вы видите, что изменивший партнер очень много чего сделал для этого. Однажды как-то на консультацию ко мне пришла пара, которые обратились просто с темой конфликтов. Вот мы много ругаемся. И когда я начал уточнять, я спросил, как происходит конфликт у вас обычно, на что жена ответила, что, ну, я постоянно его критикую за что-то, вот он неправильно там убрал что-то, не убрал со стола, носки разбросал, ну, какие-то банальные вещи. И вот мы на этой почте постоянно ругаемся. Они не сказали про измену сначала, но на второй консультации они пришли и сказали, ну, вы знаете, у нас не так давно, примерно год-полтора, был факт измены со стороны мужа. Но мы сели, поговорили, и он сказал, что если ты больше никогда в жизни не будешь мне напоминать об этом, да, то я готов остаться и мы продолжим дальше отношения. Он сказал, что я боялась его очень потерять, я приняла это и сказала, хорошо, я тебе обещаю, никогда в жизни я тебе не напомню про измену. и они продолжили так жить. И вот это пример того, когда прощение своего рода было преждевременным. Не было проговорено причин измен, не было проговорено того гнева и злости, не была выпущена боль, не прошел процесс, который очень важен и нужен, чтобы он прошел. И в итоге это привело к тому, что женщина очень честно свою как бы клятву сдержала. Она сказала, что я никогда в жизни ему больше не напоминала про измену. Но агрессией внутри ее распирали просто настолько, что она не могла не пройти мимо какого-то ерунды, которая лежит неправильно, что он что-то не сделал, покритиковать его, где-то какую-то шпильку всунуть и на фоне этого были конфликты. Поэтому вот так вот обойтись с изменой это все равно, что под половичок грязь смести и сказать, что нет, у нас все хорошо, у нас ничего не было, продолжаем жить дальше. Это наигрубейшая ошибка сделать вид, что ничего не было и продолжить жить дальше. Об этом нужно проговорить много, тяжело, болезненно, но только так выпустятся те эмоции, которые должны выйти наружу. Иначе они будут просто зреть у раненого партнера и в какой-то момент они начнут выстреливать вот такими вот претензиями. Что же делать раненому партнеру? Да, вот сейчас мы проговорили про то, что нужно было сделать изменившему партнеру. Я бы там еще добавил про то, что нужно бережно относиться ко всему, что происходит с раненым партнером, больше говорить о ее или его чувствах, говорить о том, что я рядом, о том, что я хочу помочь тебе, я готов выдерживать все то, что с тобой происходит. Я здесь, пожалуйста, подскажи мне, как быть, для того, чтобы тебе стало легче. Но раненому партнеру тоже предстоит большой серьезный труд только над собой. И это тоже очень непростая работа, но я бы хотел рассказать о том, что нужно сделать. Во-первых, самый частый вопрос раненого партнера, как вернуть доверие в пару. Я рекомендую вам посмотреть мое видео, которое будет в конце этого ролика. Оно чем-то похоже, пересекается с этим, но там есть важные детали именно про доверие. Посмотрите его, возможно, вам тоже станет несколько понятнее эта тема. Ну, а сейчас я бы хотел рассказать про три основные фактора, которые мешают прощению раненого партнера. И если их обобщить, то это такие, знаете, жесткие, ригидные убеждения, которые есть внутри раненого партнера. Это то, когда ты воспринимаешь измену как катастрофу, как страшный грех, как смерть и что-то ужасное, то тогда, ну, скорее всего, прощения в этой паре не видать. И может быть, оно и к лучшему, потому что, еще раз повторюсь, никто никогда не гарантирует вам, что после прощения вам никто не изменит. Нет, действительно, по статистике очень часто измены повторяются. Поэтому, может быть, и к лучшему, к тому, что вы не будете прощать своего мужа или жену после той измены, которая случилась. Но, если вы попробуете посмотреть на то, что произошло, не на как, на ужасные события, на страшный грех, на что-то такое недопустимое, хотя я предполагаю, какой большой соблазн сделать именно так, а как на ошибку, как на обратную связь, такую жесткую обратную связь, которая пришла вам и показывает, что происходило в вашей паре такого, что случилась измена. Да, это не очень приятная информация, но если вы попробуете немножко изменить, трансформировать свой взгляд на измену, то есть вероятность, что появится пространство для прощения. Иначе это будет восприниматься только как ужасный страшный грех и прощения этому нет. Хотя на самом деле есть такая хорошая фраза, что покаянную голову и меч не сечет. Поэтому если есть искреннее, глубокое раскаяние, подразумевающее изменение, работу над собой, трансформацию, прежде всего, изменившего партнера, то здесь появляется пространство для прощения. И вопросы о том, как вернуть доверие, как простить, они очень часто исходят из иллюзии, что я могу вернуть все то, что было раньше, вернуть прошлогодний снег. Нет, возврата назад уже не будет точно. Измена, корень изменится. То есть это такой фактор метафорически показывающий на то, что вашей паре придется измениться, вам придется узнать друг друга заново, вам придется познакомиться заново и выбрать или не выбрать этого партнера или партнершу вновь для своих отношений. Второй неважный фактор это то, когда раненый партнер не может признать, что есть какая-то общая ответственность за то, что произошло. Смотрите, здесь очень важно отличать. Я всегда говорю такую метафору, что дверь под названием, в комнату под названием измена открыл изменивший партнер. И за это стопроцентная ответственность только на нем или на ней. Но вы как пара оказались в этой комнате и вам как паре оттуда выходить. И очень часто, когда мы начинаем копать глубже и говорить о причинах произошедшего, очень часто всплывают какие-то важные факторы, которые показывают, что да, изменить это было ужасное, деструктивное, бредовое решение, но как будто бы вся обстановка в доме к этому подталкивала. Я еще раз повторяю, я ни в коем случае не оправдываю измену, но я привык, как психолог, смотреть глубже и показывать те процессы, которые идут внутри пары, которые разобщают их и как следствие часто ведут к измене. Здесь очень большой проблемой является то, когда на вопрос раненого партнера, почему ты так поступила, почему ты изменила, почему ты не говорила мне или почему ты так поступил. Большая ошибка, но это сейчас я объясню, почему это не всегда ошибка, это говорить я не знаю, как так это произошло, я не знаю, как это случилось, но это звучит как бред, тебе 40-50 лет, ты говоришь как маленький мальчик или маленькая девочка, что я не знаю, что это за детский лепет, ты как бы ты пытаешься оправдаться, что это случайность, но ты сам переписывался, ты сам назначал встречу, ты сам раздевал ее, ты сам целовал ее, ты в какой момент не был себе, как бы не принадлежал себе, ты в каждый из этих моментов делал осознанный выбор не надо мне заливать, что ты не знаешь, как это случилось, так реагируют раненые партнеры и они абсолютно правы потому что ты же не был в алкогольном или наркотическом опьянении, хотя кстати бывает часто и так и здесь тоже важный такой фактор который нужно на будущее учитывать но даже если это систематическая измена, очень важно проговорить про причины, как так случилось но вот почему это ошибка ко мне часто обращаются индивидуально изменившие партнеры и вот знаете я бы не верил этому, если бы я не слышал очень часто одну и ту же фразу от разных людей и профессора вузов и бизнесмены, предприниматели и руководители большого количества подчиненных и мужчины и женщины говорят одну и ту же фразу Константин, я не могу понять как это произошло почему сдерживающие факторы не сработали как так получилось, что я взрослый умный там человек повелся на это и им незачем мне врать то есть я им верю понимаю, что они говорят о том что я не могу понять мы кстати с ними тоже помогаем я помогаю понять эти причины потому что нередко мне люди изменившие говорят я не могу пообещать своей жене что я дальше буду верен если я даже причину не могу понять как так случилось как я могу ей или ему обещать что этого больше не случится действительно я знаете, когда начал работать с изменами я все больше и больше начал убеждаться что это очень такая детская что ли позиция инфантильная позиция когда ты увлечен увлечен какими-то чувствами какими-то иллюзиями по поводу как будет хорошо как все великолепно и очень часто, когда уходят к любовнику или любовнице очень часто там ничего хорошего не происходит то есть это просто иллюзия локальная иллюзия того что между вами происходит на самом деле это не ваш человек наконец-то я встретил свою любовь наконец-то меня кто-то оценил нет, это такой детский сад какой-то то есть мы играемся в любовь мы играемся в какие-то вот такие флирты но на самом деле мы делаем очень-очень больно своим близким людям вот здесь я понял, что нас этому нигде не учили ни в школе, ни родители, ни в институте и мы не знаем, как правильно обходиться с этим влечением с этими ситуациями с этими мыслями и люди искренне говорят я не знаю, что мною двигало и вот здесь все-таки изменившему партнеру важно понять, какие причины были что этому поспособствовало что было в паре какое-то напряжение что было в каких-то фантазиях может быть, которые вы не могли реализовать со своим мужем или со своей женой чего вам так сильно не хватало и раненому партнеру важно это услышать понять, что не из-за этого он или она изменили а это создало плодородную почву на которой выросло дерево под названием измена но семечку бросил он или она тот, кто изменил вот это понимаете просто с вашей стороны возможно была какая-то плодородная почва я допускаю, что кто-то из вас не хочет никак принимать ответственность и кстати, это и правильно особенно в тех ситуациях где измена, знаете, такая компульсивная когда не важно, как вы себя ведете человек будет изменять всегда но таких людей не очень много их примерно 20% популяции которые изменяли с юности изменяли всем всегда и будут изменять до гробовой доски что мужчины, что женщины таких людей ничто не поменяет и таких людей как раз-то прощать очень и очень опасно потому что есть риск, что уже через неделю-две после прощения они продолжат изменять вот этого делать не надо нужно смотреть, кто перед вами и насколько он искренен с вами ну и конечно же не прощать это тоже ваше право ну и третий фактор который мешает очень часто раненому партнеру изменить это высокий уровень агрессии к сожалению измена это очень большой удар очень большая рана и она наносит вред и как следствие рождает гнев, агрессию и вот ко мне часто обращаются пары которые говорят мы уже 2-3 года живем как в день сурка каждый день у нас происходят какие-то разговоры по этой теме или там 2-3 дня нормально неделю живем потом ее или его как накрывают и Ода или Анна начинает мне постоянно ну как ты мог почему ты так сделал почему нельзя зачем ты все порушил я не могу тебя простить я не могу с этим свыкнуться это большой громадный труд проработать свою боль и проработать свою агрессию я в этом тоже помогаю очень часто на консультациях но это не будет даваться просто и легко к сожалению в моей практике были случаи когда я отправлял к врачу психотерапевту неврологу или психиатру даже потому что я видел что человек просто находится в ажитации человек в эмоциональном таком раздрае находится и любая моя фраза она приводит человека к такой просто в какой-то гнев и ярость я никогда не забуду как у меня сидела пара на консультации и каждые пять минут она его била то есть она его толкала в плечо колотила и говорил как ты мог почему ты это сделал зачем ты это разрушил зачем ты это сделал и вот он просто как побитый такой заяц сидел рядом и это заметьте три года уже прошло с момента как измена вскрылась и той женщине я помню я очень четко сказал что идите к врачу я вам здесь не помогу потому что очень высокий уровень агрессии и муж говорит я уже все готов сделать но в этом он не уменьшается на другой паре как-то когда я объяснял изменившего партнера о том что ваша задача выдерживать тот накал эмоций который возникает у жены быть бережным с этим быть рядышком проговаривать что я слышу тебя он говорит Константин вы по-моему не очень понимаете просто когда она закипает она хватается за нож и я реально боюсь ну что у нас сейчас это превратится во что-то очень ужасное да к сожалению бывает и такое и это очень препятствует прощению и здесь нужно работать уже со своим гневом со своей агрессией а чаще всего там внутри боль которая рождает на поверхности гнев и агрессию и только тогда можно уже дать пространство для прощения но к сожалению это такой тоже неблагоприятный прогноз потому что если человек так долго находится в агрессии скорее всего он очень сильно держится за то чтобы не прощать и вот здесь тоже такой очень тонкий скользкий момент потому что я это проговариваю паром и наблюдая иногда на своих консультациях что раненый партнер он не прощает потому что ну это же удобно быть вот в этой позиции жертва и плохой изменник как есть такая фраза что нет более удобного приспособления в хозяйстве чем вечно виноватый муж ну или жена и получается что если я прощу то нам придется опять на равных как-то взаимодействовать а тут я такая жертва которая доминирует и говорит да ты вообще не имеешь права говорить на эту тему там про какую-то боль ты знаешь что такое боль вот то что я прожил или прожила да это такой очень сладкий яд он тебя отравляет но он дает тебе власть он дает тебе власть в паре и тебе не нужно даже бороться за эту власть ты просто напоминаешь вот так щелкаешь пальцами и говоришь эй ты изменил ты вообще слова даже тут не имеешь и очень часто раненый партнер он застревает в этой позиции и наоборот даже когда прощение происходит оно нередко происходит так свысока я вроде бы тебя простил или простила но если надо я буду тебе напоминать об этом и говорить что вообще-то за тобой грешок и ты бы помалкивал или помалкивал прежде чем что-то говорить вот здесь нужно понять что здесь придется потрудиться над собой ну если вы принимаете такое решение да потому что нужно придется отказаться от вот этой власти которая дает жертвенная позиция когда тебе изменили и это правда большой вызов для многих которые они не преодолевают и не могут пройти потому что очень выгодно и так что же поможет раненому партнеру простить во-первых есть такая техника называется мемуары представьте что вы человек которому далеко за 70 и вы оборачиваетесь назад и пишите историю своей жизни вот как бы вы хотели чтобы звучала история которая с вами произошла история которая разрушила ваш брак ситуация которая разбила вас напрочь или как история преодоления как история того что вы осознали вместе очень много и стали близкими несмотря ни на что да конечно кто-то из вас скажет что разбитую чашку нельзя склеить но на самом деле мне очень нравится метафора которая есть в японском искусстве кенсуги это то когда разбитую посуду склеивают специальным лаком в который добавляют золото золотую пыль и в итоге эта чашка или тарелка приобретает особую красоту да эта чашка никогда не будет прежней но в ваших силах все равно сделать ее красивой и в ваших силах вдвоем сделать так чтобы после проработки этой травмы этой боли вы смотрели на эту чашку на вашу семью как на красивое что-то как на нечто прекрасное даже напоминающее своим шрамом о той травме измены которая случилась в моей практике даже есть пары которые проживали вместе 20 лет потом происходила измена и это как такой дефибриллятор был для них который очень жестко сильно их встряхнул они приходили на терапию мы с ним работали они прорабатывали всю ту боль которая происходила и я их еще сильнее сближал и очень часто они мне говорили что Константин вот те 20 лет которые мы жили до мы не были так близки как мы стали сейчас после истории измены и меня подобные истории вдохновляют потому что я понимаю что по сути это выбор двух людей важно чтобы оба хотели двух людей мы будем дальше строить красивую историю нашей любви или это ситуация та которая разрушит нашу пару что конкретно еще вы можете сделать и что очень поможет раненому партнеру это заключить какое-то мировое соглашение договор все что угодно вы можете взять бумагу очень важно сделать это на бумаге потому что наш мозг так устроен что он не воспринимает всерьез то что мы говорим на словах и написать сначала изменивший партнер или партнерша пишет я такая-то такая-то фамилия имя отчество признаю свою вину и беру стопроцентную ответственность за те факты измены которые были с моей стороны торжественно обещаю клянусь впредь этого не совершать не уходить из семьи не заглядываться не флиртовать с кем-то другими полностью отдавать свое внимание любовь мужу жене и детям и готов для этого делать то-то то-то и то-то и ниже пишет противоположная сторона например муж или жена пишет я такой-то такой-то фамилия имя отчество обязуюсь со своей стороны не напоминать больше про измену никогда больше внимания уделить мужу или жене заняться собой спортом меньше попрекать и критиковать за какие-то вещи то-то конкретное что выберет пара для того что будет важным скрепляющим таким клеем потому что нередко мне партнеры раненые что мужчины что женщины говорили и изменившие говорили примерно одно что Константин я пошел в это потому что я совсем не ощущал что меня ценят или женщина говорит я забыла как вообще быть любимой я забыла что обо мне можно заботиться и ухаживать за мной мужчины говорят меня перестали уважать меня перестали ценить я просто приходил как мешок с деньгами домой и мне вываливался весь тот негатив еще раз я не оправдываю измену но я говорю о том что предпосылки благородная почва часто случаются и вот их нужно обсудить и в договор записать повесьте прямо на холодильник на видное место или в тумбочку рядом с постелью в спальне положите пусть это будет некий факт который будет хотя бы формально но поддерживать то решение которое вы вместе примите решение простить это совместное решение если вам не хочется писать какие-то заявления на диктофон надиктуйте это мелочь но она поверьте мне очень и очень скрепляет брак и еще очень хорошо если вы отметите чем-то таким символичным что отныне вы начинаете писать новую историю любви в ваших отношениях очень хорошо если вы купите новые кольца обручальные если вы заново отметите свадьбу пускай вдвоем где-то на островах да или где-то на курорте очень хорошо если вы сделаете ремонт в квартире особенно если измена была в квартире лучше вообще продать и обменять на какую-то другую официально зарегистрировать брак повенчаться если вы православные люди съездить куда-то какую-то фотосессию ярко купить новые вещи то есть сделать очень сильное обновление всего того что напоминает о прошлой жизни еще раз подчеркиваю прощение возможно тогда когда вы оба попрощаетесь с прошлой вашей жизни даже если это 30 лет и вместе примите решение писать новую историю вашей совместной жизни с новыми вещами с новыми фотографиями даже может быть удалите фотографии с той свадьбы с новыми обручальными кольцами да это вроде бы для кого-то прозвучит как мелочь но это очень важная символичная такая психологический якорь вот какая-то мелочь которая будет помогать раненому партнеру верить что мы строим что-то новое а не пытаемся воскресить старое и оно опять рушится мы пытаемся из пепла возродить но оно опять рушится невозможно провернуть фарш назад только что-то новое и решение строить новое и конечно же в завершении мне хочется сказать что вам придется говорить про измены придется говорить про то что произошло придется проговорить прежде чем родиться прощение проговорить о всех причинах о той боли которую испытал раненый партнер Только можно по-разному об этом говорить. Можно говорить о том, что ты знаешь, вот ты сейчас опять сидишь в телефоне, да, и мне становится страшно, что в какой-то момент ты можешь захотеть опять написать кому-то из девушек и встретиться, и мне так одиноко, мне так больно, обними меня, пожалуйста. Или, например, сказать о том, что ну что, опять своим шлюхом пишешь? Ну давай, катись к ним. Примерно одно и то же по смыслу, но сказано абсолютно по-разному, и это разобщает пару, то, что во втором варианте я сказал, да. И вот, к сожалению, у нас нет в культуре сближающего общения, и очень часто до измены его тоже не было. И я на своих консультациях, помогая людям, иногда всего за несколько сессий, выработать вот этот новый диалог с сближающей людей. Не отстраняющий, а сближающий, потому что иногда изменивший партнер говорит, Константин, я не знаю, как себя вести, я подхожу и говорю, что, любимая, я так рад тебя видеть, и на что она мне отвечает. Ты ей так же говорил, да, тоже, что она у тебя любимая, грош цена своим словам, вали отсюда. Я ухожу в другую комнату, мне прилетает, что, ну вот, ты уходишь, тебе на меня наплевать, я тебе не важна, не нужна, как мне себя вести? Это очень, правда, сложно бывает изменившему партнеру или партнерше, и наоборот, раненому партнеру не легче. И вот это все достать, показать друг другу и помочь эмоционально откликнуться друг на друга, этим как раз-то я и занимаюсь на парных семейных консультациях. Поэтому, если в вашей жизни произошла такая тяжелая история, как измена, то я приглашаю вас не замалчивать эту тему, не перелистывать просто страницу, не заметать ссор под половичок, а признать, что да, нам требуется помощь специалиста, сами мы, похоже, не справляемся. И если вы выберете меня в качестве психолога для работы с этой историей, то вы можете обратиться ко мне по первой ссылке внизу в описании этого видео, там есть вся подробная информация обо мне, и вы можете написать мне коротко о том, что у вас произошло по ссылке в WhatsApp, и мы назначим с вами время для консультации. Ну, я надеюсь, что это видео в любом случае, даже если вы примете решение самостоятельно работать с темой измены, будет вам полезно, вам как паре, вам индивидуально. Я бы очень хотел, чтобы благодаря этому видео в нашей мире, в нашей жизни было как можно больше счастливых и благополучных семей. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, дизлайк, если нет, пишите свои комментарии и мнения по поводу того, что вы услышали, и желаю вам счастья и совместного благополучия. Субтитры сделал DimaTorzok